приветствую всех друзья гости и подписчики канала сегодня на обзоре у нас вот такая коробочка довольно известная многим моделистам газ м1 от фирмы звезда в 35 масштабе в принципе много говорить о самом автомобиле не вижу смысла довольно знаменитый автомобиль по нему много информации так что сразу приступим к обзору содержимого довольно плотная коробка плохо вытягивает сейчас вытяну как обычно у звездовских наборов довольно плотный кейс из картона ну и внутри у нас лежат литники упакованные в один большой пакет единственное этот наборчик мне подарил мой друг свое время поэтому здесь уже все вскрыто и он еще проложил пупырчатый такой штучкой начнем наверно с инструкции совершенно на самом верху в принципе стандартная инструкция для набора звезды такая портянка формата а4 здорово и здесь у нас вначале краткая информация совсем коротенько о нашем автомобиле буквально один абзац на русском и английском языке если хотите может поставить на паузу почитать ну и дальше тут у нас идет схема непосредственной сборки с рамками литников начинается все с ходовой части потом салон двигатель дальше еще части ходовой радиатор двери колеса в принципе этапов не очень много довольно такой несложный набор единственное сразу бросается в глаза это то что кузов автомобиля состоит из нескольких деталей то есть здесь придется повозиться с подгонкой прежде чем красить сам кузов придется наверняка швы зачищать шпаклевать ну и в конце такая черно-белая как всегда схема с табличкой цветов предлагается два варианта черный и синий краски ну как это чаще всего бывает звезда дает свои и фирмы хамброл я скорее всего не буду красить ни в черный не в синий будет какой-то альтернативный вариант там посмотрим в процессе сборки но теперь перейдем непосредственно к литникам сейчас и вытащу из пакета чтобы не шуршать на паузу поставлю и так большой литник их тут таких два больших серый пластик в принципе деталек довольно много только не глянул сколько когда будут перекладывать обязательно посмотрим здесь у нас даны части двигателя части кузова двери капот и вот это я не знаю знаем тоже части кузова запасное колесо насколько я понимаю единственная из двух половинок к сожалению топливный бак приборная доска насколько я понял во всяком случае бардачок здесь вот здесь у нас видно лонжероны различные ну и всякая мелочевка руль рычаг переключения передач какие-то колпаки колпаки не знаю для чего ну скорее всего для колес но и здесь различные части двигателя сейчас немножко приближу чтобы было видно качество литья пролито довольно хорошо детально то есть все в принципе видно каких-то явных огрехов на данном литнике я не наблюдаю радиаторная решетка в принципе литье довольно очень хорошее на мой взгляд единственная конечно печали то что колеса даны двумя детальками придется выводить шов соответственно немножко испортится протектор который присутствует ну попробуем аккуратно это все сделать еще один большой литник здесь у нас уже элементы кузова тоже все в принципе отлито хорошо дан колпак для запаски сиденья задние диваны как я полагаю крыша хотя нет наверно передние передний диван задний скорее всего но это в процессе сборки в узнавать что за детали рессоры не могу правда сказать задние или передние подвески не знаток матчасти но вот сама как бы основная часть кузова все пролито довольно хорошо не знаю насколько видно сфокусируется постараюсь на фотографиях сделать так чтобы было видно то есть здесь вот у нас тут прорезиненный порог сымитирован внутри салона сами имитирован типа что-то коврик это подобное такое ну конечно печалит то что сам кузов вот он собирается раз два три детали плюс двери ну двери ладно в принципе они задуманы как можно сделать в открытом состоянии поэтому они так отдельно но конечно вот сам кузов это печаль то есть вот задняя часть ну что то будем делать как-то выходить из этой ситуации еще два маленьких одинаковых литника с колесами и с бамперами а также я так полагаю фары ручки дверные как внутренние так и внешние то есть ручки открывания дверей подъемных стекол ручки в принципе пролито тоже довольно хорошо попробую приблизить то есть вот все довольно качественно отлито даже на про на шине можно надпись прочитать что у нас тут написано ярославский резинокомбинат ярославский резинокомбинат ну и последний пакетик со стеклами и с декалькой то есть деколь до на какие тут полосочки приборчики шильдики полоски я так полагаю это для синей гражданской машины но и номерные знаки воен военный и гражданский судя по всему сейчас попробуем открыть показать стекло стекол довольно много в принципе качество стекла довольно хорошая практически не искажает но как она сама по себе по структуре будем смотреть уже в процессе сборки то есть это дверные стекла лобовое задние литровые стекла вот такой набор что ж друзья вот такой наборчик в принципе не очень большой 182 детальки на выходе машинка будет в районе 13 сантиметров думаю будет довольно интересная сборка ну и не думаю что она будет очень сложной есть конечно моменты где придется все-таки повозиться этот кузов определенно наверняка будут возникнут проблемы если делать открытый капот но это я так предполагаю это не факт ну а собирать наверное будем в ближайшее время так что следите за новостями если не подписаны подписывайтесь чтобы быть в курсе мы всем до новых встреч пока пока а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok